Всем привет, мои дорогие! Куда мы отправляемся сегодня? Фикс прайс! Пойдемте посмотрим, что там есть на полочках. Приходишь в дом, я узнал купить. 99 рублей, девочки, смотрите. Это как кошелечек написано, но мне кажется, оно как ключница подойдет. Вот такая, из разных цветов. Вот такая. Вот такая косметичка. 149 стоит. Тут сеточка сверху. Но она моющая. Моющаяся. Аптечка. Симпатичное зеркальце. Такое. 199. Оно двухстороннее. Двухстороннее, но в два раза другая сторона увеличивает. Как-то так смотрится. Обрамление симпатичненько. Весь такое. Запечатанное. 149 такое. Зашла, девочки, в отдел игрушек. И вот хочу, не знаю, посмотреть Насте какой-нибудь подарок. Пока что выбираю. У нее скоро день рождения. Вот лично мне не особо нравится. Хочу куколку какую-нибудь купить. У меня внучка уже тут выросла из многих игрушек. Я смотрю, тут по большей части для маленьких детей. А внучке уже будет 6 лет. Что бы ей выбрать еще, я не знаю. Что это за пупсики. Надо посмотреть еще. Вот такой вот малютка. 99 рублей. Вот это кукла. Я не знаю, как она будет с ней. Если бы у нее были еще одежки какие-то, было бы их интереснее. Цветочки как настоящие. Кажутся настоящими. Вот думаю, взять или не взять новую фоторамочку. У меня одна фоторамочка сломалась. Я думаю, такая вот беленькая как раз подойдет мне. Возьму, наверное, 99 рублей. Вроде недорого. Хотя тут есть разные, есть подороже. Но я люблю такую. Простенькую. Я смотрю, тут что-то новенькое появилось. Вот это вот я не видела. Это мелки фигурные, как домики сделаны. 77 стоит. Набор фигурных точилок. Такие вот прикольные. На колесиках ролики. 55 рублей стоит. Магнитный держатель для маркеров. Тоже интересная вещь. 99 стоит. Интересную досочку я тут нашла. 199 стоит. Магнитная доска. Она приклеивается. Вот так как раз. Раз. Можно на холодильник ее так приклеить. И маркером там писать. И потом легко смывается. Тряпочкой. Записочки. Что купить. Какие планы. Это интересная штука. Я такую как-то хотела. Но сейчас прям не знаю. Брать, не брать. Они тут есть разные. Разных расцветок. Интересное дело. А вот картина по номерам на холсте. Но я боюсь, что это акриловые краски. А мне не хочется с красками возиться. Разные такие картинки. Цены нет. А вот конвертики. 25 штук. Вот такие простые конверты. Упаковочка 25 штук. Стоит 55 рублей. Мыло детское. Вот тут наборами продается. Кремы ромашка. Кремы чистотел. Кремы череда. Такая тяжелая упаковочка. 149 рублей стоит. Детское мыло с кремом. Но мне упаковка целая не нужна. Тут даже перекись водорода. Хлоргексидин продают. Интересное дело. Не видела раньше. Ну какой коврик интересный. Ванна. Ну у меня там есть уже непрозрачный. Ну вот интересненький такой. Цена какая у него. Что-то я не вижу цену здесь. Мистер Пропер. 99 рублей. Я раньше брала вот такой. Для полов. Запах лимона. Свежая. Бережная бурка. Туда свежести запах. Хорошее средство. Пахнет хорошо очень. Я вижу появились опять вот эти картинки. Которые мы с Настей делали. С этими такими штучками. Красивая получилась у нас картинка. 99 рублей. Еще какой-то рисунок есть. Туалетная бумага папио. Четыре слоя. 77. По-моему это выгодно. А вот салфетки. 500 штук стоит. 99 рублей. Белые, простые. Тоже выгодно по-моему. Люблю боксики вот такие смотреть. Нравятся мне такие маленькие. С ручкой. 55 стоит вот этот. Ну для каких-то мелочушек. Хорошенький. Вот этот побольше тоже с ручками. 99 такой. А вот симпатичный такой. 99 стоит. Тоже хорошенький. Можно там нитки, косметика. Вообще хорошо хранить. Вот такой набор инструментов стоит 249 рублей. Интересно, там под низом еще есть что-нибудь? Нет, тут уже нету. Ну в таком боксике. А вот такая корзиночка симпатичная. 99 рублей стоит. Славненькая. Вот люблю вот эти пластмассовые изделия. Особенно ажурные. Классно смотрится. Так они еще разных цветов есть. Такой-такой симпатичные. Хлебница. 55 рублей стоит. Не хлебница, а такая вот корзинка для хлеба. Класс. А вот интересная находка. Щетка-ерш. 51 сантиметр. Стоит 51 рубль. Вот такая вот она. Длинная. А для чего на картинке нарисовано прочищать мойку. Интересное дело. Интересно, насколько она хорошо справляется. Единственное, что меня берет сомнение, то, что она не эластичная. Вот ее согнули, и она согнутая. А вообще, когда сантехники прочищают трубы, у них такая эластичная струна, трос. Вот это бы я не взяла, наверное. Интересный вентилятор. 249. Мини-вентилятор аккумуляторный. С кабелем USB. Это вот для ноутбука поставили. Интересное дело. Интересное решение. А вот такая лампа интересная. Смотрите, светодиодное. Зеркальце. Здесь она вот такая. Но она на батарейках. Ну, интересненький вариант. 249 рублей стоит. Вообще, я смотрю, здесь очень много лампочек светодиодных. Но они на батарейках. Вот такие вот. Интересные. Это что-то подсветка на телефон. Непонятно как. Вот такая лампочка. Вот такой светильничек есть. Мышка 149. А эта мышка 199. А вот такие вот светильнички. Белый, чёрный. Вот такой. Вот такие есть светильнички. Звёздочка. Светильник ночник. Интересный. 199 стоит. Вот такие светильники. Ну, вот это с кабелем USB. Прям не хочется мне брать. А вот интересные. Тоже светильнички. Такие, такие есть. Светильник вот такой. Так светится светодиодный. Вот их цены. Вот контейнер симпатичный. Милота. Для ребёнка, для игрушек мелких. Каких-нибудь складывать. 99 рублей стоит. А вот такая полочка для ванны. 249 стоит. Она вот как домик сделана. И вот на картинке. Ну, небольшие вещи там. Мочалочку. Какие-то маленькие пузырьки туда можно складывать. Вот фикс прайс. Вроде бы магазин и недорогих продуктов товара. Ну, вот эта вот пластиковая банка. Для сыпучих продуктов. 1,6. 149 рублей стоит. Но она не должна столько стоить. Вот эта поменьше идёт. Литровая. Стоит почти 100 рублей. Что в ней такого? Обычная пластмассовая крышка и пластиковая баночка. Не знаю. А вот контейнер с замком. Вот это уже действительно банка. Так банка. Стоит она 99 рублей. Она закрывается вот так плотненько. Вот это вот может стоить 99 рублей. Вот я смотрю формочки для выпечки. И вот я делала запеканку недавно. Вот формочка. Одноразовая. Она из фольги. И стоит она 18 рублей. Всего 18.30. Вот взять их несколько штук. И когда мне нужно полкило сделать, немножко маленькую порцию, можно здесь сделать её. Так, я дошла до посуды. Я смотрю бокальчик с мячиком. 199 рублей. Ну это, наверное, только из одного мячика столько стоит. А вот есть термобокал. Такой двойной, знаете. С него пить руки не обжигаешь. Стоит 199 рублей. Суповая тарелка написана. Хотя я бы думала, что это салатник такой. 99 рублей стоит. А есть вот такая терочка. Маленьким деткам яблочко натирать. Хотя можно лимон. Ну, чтобы сок был. Для сока. 99 рублей стоит. Керамическая. Нравятся мне вот эти баночки. Крышка с прорезиновой прокладкой. Прорезиненная. А есть ещё маленькие вот такие вот баночки. Баночки с замком. 77. А вот бутылочка. Тоже такая прорезиненная. 99 рублей. 1 литр. Такая бутылка. Кружки разные. Разных цветов. Только что-то они без ценника. Но такую кружку я уже взяла. Она 99, по-моему, стоит. Нету цветных кружек. Такие белые. Однотонные в основном стоят. И керамические в основном. А вот такой стаканчик мерный. На пол-литра. Интересненький. Можно с него даже чай пить. Ну, просто интересно. 149 стоит. Надпись белая. Есть чёрная. Какого хотите цвета. А есть ещё форма для запекания. Стеклянная. Термостойкое стекло, видимо. На 2 литра 249 рублей. Такая формочка. Ой, девочки. Наконец-то я увидела свой бальзамчик. Любимый. Сустав. Вот я прям возьму 2 штучки. Тут ещё есть хиноцей, иммунитет, черника для зрения. Но для зрения иммунитет, как бы, оно мне актуально. Суставы прям всё. 2 штуки возьму. Понравился мне этот сироп с чаем пить его. Мне вот ещё нравится вот этот наборчик. 199 рублей стоит. Но здесь для салатов и соль морская. Острый перец. Чёрный перец. Морская соль. Вообще вот такой хороший наборчик. Такой он будет на подставочке красиво ставить. Но у меня вот сейчас, на данный момент дома, есть всё это только по отдельности. Это будет уже лишним. Так, что-то тут вкусняшек. Не знаю. Я смотрю на сладости. Думаю, может не стоит выбрать, а? Бесерт, картошка. Нет, это мне не нужно. Казинаки. 18 рублей. Казинаки можно взять. Семечки. Полезно. Пошла я по продуктам. Я смотрю, вот мёд. Я люблю такой мёд, который такой жиденький, прозрачненький. Не знаю. Взять, может быть, мёд цветочный разнотравий. 77. И вот шиповник, экстракт. Тоже полезное дело. Обогащён витамином С. Тоже можно его добавить в чай. Шиповник 77 стоит. Так, кофе 199 стоит 150 грамм. Ну, вроде нормальная цена. Мне как раз кофе нужно. Возьму, наверное. А ещё мне нужна овсянка. Я смотрю, она вроде по акции. Получается 10 штук берёшь, 10 пакетов. Это будет 50 рублей. Возьму. Контейнеры, я смотрю, появились. Безпедальный контейнер для мусора 8 литров. 199. Это такой небольшой. Такой вот. С педалькой. Безпедальки стоит дороже. Ведро для мусора 10 литров. Обычное 249 рублей стоит. Ничего особенного. И такого цвета есть, такого цвета. А вот большое. 299. 14 литров. Вот такой. О! О! Набрала, так набрала. Я никогда столько ещё не набирала. Но сейчас я спешу на кассу. Потому что ко мне что-то пытаются дозвониться все. И никто дозвониться не может. Так как я в подвальчике всё. Иду оплачивать. Дома всё покажу. Девочки. Ну, сейчас будем с вами смотреть, что я купила в фикс прайсе. Набрала, так набрала. Никогда столько ещё не набирала. Но вообще на самом деле я в фикс прайс не заходила. Уже сколько. До ремонта я была последний раз там. Ну, естественно, когда у меня уже тут такие обновления. Уже после ремонта. И захотелось и того купить, и того купить. О чём я раньше воздерживалась. Ну, давайте будем по порядку смотреть. Первое, что я хочу сказать. Ну, для интерьера что я взяла. Вот такую взяла рамочку. У меня там есть одна фотография. И в ней там рамочка уже немножко там поломанная. И вот как раз я взяла. У меня всё беленькое, светленькое. И здесь вот такая вот штучка. Рамку можно ставить как вертикально, так и горизонтально. То есть любую фотографию можно ставить. И цены, я уже сейчас, чтобы не отвлекаться на цены, цены я буду писать. Если я что-то не скажу, то я буду писать тогда где-нибудь здесь наверху. Вот такая вот рамочка. Мне нравится, симпатичная. Я прямо сейчас хочу распаковать и посмотреть. Так, всё в дом, всё в дом, всё для дома берётся, для интерьера. У меня там рамки есть какие-то все разные, но одна рамка точно замены просит. А остальные пока ещё посмотрим, подумаем. Посмотрю, как это будет. Вот такая вот рамка, подставочка. И так, и так. Ну, ничего, она так смотрится вообще неплохо, симпатично. Я не пойму, здесь как будто стекло, пластик. Сейчас я попробую туда, может быть, фотографию поставить. Всё, девочки. Вот такая фоточка. При том, что здесь стекло, за стеклом симпатично смотрится. У меня фотография немножко нестандартная, но вот эта фотография 10х15, вот она должна быть в фоторамке. Это мы с сестрёнкой моей. Давно-давно уже фотографировались. Дальше, что я купила для Насте. Насте же день рождения скоро. Решила взять вот такую куклу. И у неё такие вот, они как пластиковые. Разные платья есть, переодевашки. Тут какие-то туфельки, зеркальца. Это что-то, расчёска, сумочка. Прищепка для волос, колечко куда-то. Не знаю, куда, на руку такое не налезет. Ну, в общем, вот такой вот наборчик. Пускай девочка моя играется с куколками. Куколки стоят 149 рублей. А ещё я взяла вот такой блокнотик. Он меня очень заинтересовал. Игры в блокноте. И тут есть 8 популярных игр. Балда, морской бой, виселица, мостики, точки, крестики, нолики, ход конём, диагональ. И вот такие вот здесь разлинованные есть листы. И здесь можно вот в крестики, нолики играть. Морской бой. В общем, интересное дело, интересное занятие. Можно ребёнка чем-то занять. Ну, тоже вот такая, вот такой блокнотики для игр. А ещё нам с Настей понравилось делать вот такие вот, это как мозаика, аппликация, точечки мы ставим разными цветами. Я выбрала вот такую вот птичку калибри разноцветную. Вот это 99 рублей стоит. И здесь очень много разных цветов. Вот такая разноцветная. Самую яркую выбрала. И у нас будет с Настей теперь чем заниматься. Тоже это я ей подарю. Но заниматься будем мы, наверное, здесь. Потому что я не знаю дома. Но это нужно контролировать сидеть. Чтобы всё это не рассыпалось, не раздержалось. В общем, посмотрим. В любом случае, это подарок Насте будет. Девочки, взяла. Я решила попробовать рис круглозёрный 5 пакетиков и гречневая крупа 5 пакетиков. То, что готовится в пакетике. Я, кстати говоря, только вчера подумала о том, что мне бы хотелось взять небольшую порцию риса приготовить. И чтобы немного это было. У меня просто есть курочка с подливкой и как раз вот что-то захотелось мне риса. И здесь очень прямо здорово то, что здесь просто вот такая дозированная порция. И оно всё в пакетике будет. Но в любом случае с удовольствием я это дело попробую приготовить. Я взяла ещё вот такой органайзер. Это коробочка такая складная. 149 рублей. Тоже взяла для интерьера. Но не для интерьера. В шкаф кое-что в коробочку сложить. Конечно, тут написан размер 28 на 30 на 16. Но, честно говоря, мне этот размер так в голове ни о чём не говорит. Я поэтому взяла пока один. Одну коробочку. Я посмотрю, если мне устроит этот размер. Может быть, ещё возьму потом. Но давайте посмотрим на эту коробочку. 149 рублей. Так, как она тут. Вот так вот. Раз, раз. И днище есть. Вот такое вот. И вот так закрывается на липучке. Вот такая вот коробочка интересная получилась у нас. Мне просто есть туда кое-что положить из мелких вещей. Ну, в общем, ничего так неплохо. Посмотрим. Пока одной попользуюсь. А потом посмотрим. Мне, может быть, понравится. Я ещё одну такую уже возьму. Взяла, девочки, я чехольчик. Ну, взяла один такой недорогой. 77 рублей стоит чехол для одежды с принтом. Давайте раскроем его. 77 рублей. Это недорого. Там это самая дешёвая цена была. Я просто подумала, что куртку мне нужно уже с вешалки убрать, сложить и убрать. Ну, я вроде бы покупала чехол, но я что-то его не нашла, и я даже уже не помню. Действительно, его покупала ли я. Но этот чехол длинный, он для пальто пойдёт. Вот. Ну, в любом случае, в него можно также и курточку повесить. Прозрачный. Через него видно, что там у нас лежит в этом чехле. Здесь молния длинная. Отсюда и... Молния вот так вот она идёт не до самого конца. Но, тем не менее, всё равно длинная. И сверху есть такая дырочка. Можно вешалку через неё достать. И на вешалку такую можно повесить. Но, в любом случае, взяла чехол, потому что я хочу, чтобы у меня это всё хранилось в чехле. А, здесь принт на одной стороне, а на другой будет прозрачная просто. Такой вот. Ну, ничего. Чехольчик нужный. И он такой, знаете, как клеёнчатый, как моющийся, не тканенный. Взяла вот такую влажную туалетную бумагу. 42 штуки. Ну, мне нравится. Иногда бывает, она нужна, влажная туалетная бумага. И она у меня уже закончилась. Комфорт. Хорошенькая. Я взяла. Пусть будет. Взяла тоже вот такие вот прокладочки. Дискрит. Они немножечко другие. Не такие, как я брала в пятёрочке. Здесь чуть-чуть они другие. 40 штук. Ну, тоже, по-моему, недорого. Я цену напишу здесь. Ну, и также для дома я взяла мыло. Один кусочек мыла взяла. Он тоже недорогой. Но просто иногда нужно что-то там мылом намылить. Закончились у меня уже пакеты для мусора. Взяла с запахом лимона. Мне нравится, когда пахнут. Пакетики такие. Вот. И я вот такие пакетики тоже покупаю иногда. В прошлый раз сирень брала, сейчас лимон взяла. Решила взять пакет такой вот кофе. У меня как раз кофе уже там заканчивается в большой банке. Я как раз туда насыплю и будет то, что нужно. Ну, 150 грамм и вот 199 рублей стоит, мне кажется, нормальная цена. Это дешевле, чем пятёрочки. Ну, хотя пятёрочки по акции может быть такая цена. А без акции будет дороже стоить. Ну, в любом случае, нужно было кофе, я его просто взяла и всё, пусть будет. Наконец-то, девочки, я взяла для суставов вот этот вот сиропчик, бальзам. И взяла их даже две штуки. Две штуки. Мне понравился. Здесь он на травках, такой бальзамчик. Мёд плюс травы. И он вкусненький такой. И в чай его добавлять утром, вечером по две столовые ложки. Вместо сахара, вместо мёда. Просто заварить какой-нибудь травяной чай. Вот я завариваю там иммунитет у меня один есть, другой там есть. У меня ещё спокойной ночи вот такой, успокоительный. Ну, в общем, короче говоря, вот и туда добавить сиропчик. Просто класс. Я взяла две штуки по 77 рублей. Вот. Хорошо, что они там появились. И хорошо, что мне подсказали подписчики, что там они появились. Я бы так, может быть, и не обратила внимания. Кстати, они в этот раз уже стояли не в том месте, где стояли раньше. Я сначала посмотрела, огорчилась, что их нету. А потом, когда стала уже смотреть овсянку, и смотрю, вот. Вот она, вот она, вот она. Взяла две штуки. Девочки, набрала овсянку. Один пакетик овсянки стоит 5 рублей. И взяла овсянку абрикос, яблоко и с черносливом. В общем, 10 пачек взяла. 10 пачек 50 рублей. Дешевле цену ещё ни разу нигде не встречала. При том, что вот это ясно-солнышко. Овсянку я уже пробовала, она мне нравится вполне. Взяла казинаки. Вообще, казинаки я иногда беру, очень редко. Ну, вот так вот семечки, просто так иногда погрызть охота. Цену я вам напишу, не помню сейчас, сколько стоит. Но семечки, они, в общем-то, полезные. И иногда их можно взять и купить, и поесть. Ну, попалась, вот взяла. Девочки, наконец-то я взяла ящик для инструментов. Вот такой вот ящик, вот он с ручкой. Здесь застёжки закрываются. Я как раз туда поскладывала вот эти кашки, всякую вот эту ерунду. И с магазина шла и несла вот этот вот ящик. Давно я хотела уже инструменты все положить в ящик. Они у меня сейчас лежат просто в деревянной коробке. Мелочёвка всякая. А просто плоскогубцы, молоток, там что-то ещё. У меня вообще просто лежит отдельно, потому что в эту коробку... Ну, можно так поставить, конечно. Ну, в общем, неудобно всё. Я решила всё это поскладывать. Я же говорила, что я буду со стенки сверху всё буду снимать. И вот эти инструменты я решила теперь сложить в этот ящик, положить на полочку, в кладовку. И теперь за ручку можно будет раз достать, и все инструменты будут лежать в одном месте. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, вот она деревянная коробка. Там всякая мелочёвка. И вот эти инструменты, я надеюсь, всё поместится в этот ящик. Сейчас посмотрим. Вообще отлично. Туда всё поместилось. Все мои инструменты, молотки, всякое вот барахло. И даже вот эта вот коробка с гвоздями тоже сюда поместилась. Туда ещё что-нибудь может вполне поместиться. Вот какой хороший органайзер я купила. Мне нравится. Ну и как же не купить мороженое по 25 рублей? Вот это мороженое моё любимое. Пломбир с миндалём, с шоколадной начинкой. Пломбир очень вкусный. И орешки, и всё. И недорого 25 рублей. Я обычно, когда бываю в фикс-прайсе, я беру сразу так несколько штук. При том, что у меня бывает Настя. Она мне поможет покушать мороженое. Да и так, раз хочется себя побаловать. Но цена вообще, конечно, мне нравится. Красивая цена. Ну и сразу заодно я вам покажу, что я купила в Магните. Вот самое главное. Именно в Магните только продаётся майонезный соус 15%. Я его раньше всегда брала. Но сейчас в Магнит просто не часто захожу. Поэтому не попадается. В пятёрочке не продают. 15% майонезный соус. Он вкус как майонез имеет. Но и тем не менее он нежирный. В любой салатик его добавить. Хоть на бутербродик. В салатик можно со сметанкой помешать. И вот это желе мне тоже очень нравится. Но тоже в пятёрочке его что-то перестали продавать. И вот я взяла персик. И взяла клубнику. Ещё мне нравится вишня. Но вишни что-то у нас тут нет. В Магните я взяла вот такой бекончик. Но я смотрю, он симпатичный такой. И в общем захотелось мне бекончика. Я брала раньше другой фирмы. Но сейчас взяла для пробы вот этот. Ну и как обычно трубной хлеб взяла. Бананы. Я люблю такие короткие бананы. С тупым носиком. Я заметила, что они обычно сладкие. И молочко 1,5%. Ну вот и всё, мои хорошие. Я вам все свои покупочки, обновочки показала. Я думаю, шопинг удался. У меня сегодня очень много обновок. Сейчас я начну их распределять, что куда. И очень я всем этим довольна. На этом я хочу видео свое закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, девочки. Подписывайтесь. Не забывайте на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok